Девушки отдыхают Снежная красавица зима уже вступила в свои права. Прогулки становятся более короткими, а поклонники размеренного отдыха предпочитают проводить свободное время в библиотеках. Сотрудники библиотек Ленинского городского округа зимой предлагают читателям очень насыщенную программу. Встречи с писателями, выставки, живописи, кружки по интересам. Обо всем калейдоскопе ноябрьских мероприятий расскажу сегодня в странице 17. С вами Галина Житкова. Здравствуйте. Возможность холодной русской зимой оказаться в солнечной Японии предоставила своим читателям центральная библиотека. Выставка Ирины Молодцовой – мощный источник позитивной энергии для всех любителей живописи. Персональная выставка Ирины Молодцовой – это настоящее погружение в культуру страны восходящего солнца. Картину художницы наглядно демонстрируют основные принципы японской гравюры – минимализм, символизм и условность в изображении. Трепетная любовь началась еще со времен учебы в университете. На лекциях истории искусств, когда увидела, услышала рассказ о японской гравюре, это было более 40 лет назад, я в нее влюбилась и болею этой любовью до сих пор, практически не изменяя этому направлению. В экспозиции представлено 60 работ. Каждая картина – своеобразный путеводитель по японским мотивам, цветы и птицы, пейзажи и гейши, свитки и картины веера. Любителям живописи было, что посмотреть на открытие выставки. Вообще, конечно, очень такое трогательное искусство, очень красиво, очень красиво, удивительно. Вот сейчас Ирина Серденко сказала, оказывается, рисовая бумага, она бывает, оказывается, тонкая и плотнее. Я не знала. Тут надо подойти к каждой картине и на самом деле ее прочувствовать. Тут музыка способствует погружению. Ну, не знаю, девушки, конечно, красивые, природа. Понравились маки, вот те с золочением, потом рыбки понравились, и цветы понравились. Еще и девушки, да? Да, и жанровая живопись тоже. Ну, в общем, все понравилось. Ирина Молодцова всю жизнь посвятила самому изысканному виду японского искусства, но страну восходящего солнца так и не посетила. Художница еще не теряет надежды полюбоваться цветением сакуры, примерить национальную одежду и постичь традиции чаепития. Японец, который был на вернисаже и смотрел мои работы, сказал, что в прошлой жизни, скорее всего, я была в Японии и жила там. Я не сопротивляюсь этому. Многие посетители выставки отметили, как мастерски Ирине Молодцовой удалось передать колорит страны восходящего солнца. Большое количество мелких деталей в работах притягивает и заставляет задуматься о том, какой внутренний смысл хотела передать художница в каждом живописном произведении. А когда вот здесь, в нашем городе, художница, которая интересуется этой темой, более 40 лет смогла представить свое творчество, слов нет, как это здорово. Посетители выставки Нихон Ноби, в переводе «Красота Японии», увидели лишь малую часть самого изысканного искусства страны восходящего солнца. Возможно, для кого-то это погружение в тему тоже станет увлечением на всю жизнь. Вот уже 7 лет в Центральной библиотеке работает инклюзивный клуб «Дорога в жизнь», где люди с особенностями занимаются творчеством и арт-терапией. На своих выставках талантливые мастера представляют не только личные творения, но и произведения членов своих семей. Более 200 экспонатов, сделанных своими руками, представлено на выставке в Центральной библиотеке. Это не только животные, декоративные тарелки, луноходы, но и уже новогодние поделки – елки, вертеп, сказочные герои, шкатулки. Большое разнообразие жанров и стилей. Авторы – ребята из инклюзивного клуба «Дорога в жизнь». Ребята, когда делают поделку, они вкладывают в нее, ну, давайте прямо уж так вот я высокопарно скажу, свою душу. Потому что действительно они это делают искренне. Так что приходите, восхищайтесь. В создании шедевров авторам активно помогали мамы и папы, братья и сестры. Поэтому выставка получила название «Ценность семьи». Экспонаты выполнены во многих техниках и направлениях. Гончарная мастерская, роспись на камнях, ну, в общем, швейная мастерская, также декупаж. И даже картина вон стоит у нас из кофе. То есть у нас большое очень разнообразие. Марк Бойко уже более семи лет занимается керамикой и талантливо воплощает в жизнь свои идеи и фантазии. Его работы занимают две полки в экспозиции. И это лишь малая часть творческой коллекции. Я люблю рисовать, лепить из глины, глазурью покрывать. Сколько у сына уже работ таких? Ну, я затрудняюсь посчитать, потому что здесь представлена на данной выставке одна малая часть того, что он сделал. Это то, что мы приобрели, то, что было особо дорого и ценно. То есть здесь, начиная от первых его работ, ну и несколько из настоящих. Выставка проводится уже пятый год подряд. Каждый такой вернисаж декоративно-прикладного творчества – это яркий калейдоскоп таланта увлеченных мастеров. Библиотеки давно стали местом притяжения для жителей разных возрастов. В этих центрах культуры проводятся встречи с писателями, обсуждения новых произведений. Особенно интересно такое общение младшим школьникам, которые только начинают свой путь в увлекательную страну чтения. Звери бросают на сцену цветы, пение буренки – шедевр красоты. В театре звери в сказку попадают, а жизнь не худой, они забывают. Литературные критики называют Чербакова пионером нового жанра – рифмованного афоризма. Но Генрих Иванович пишет книги не только для взрослых, но и детей. А творческие встречи со школьниками нравятся ему больше всего. Мне просто нравится творчество Генриха Щербакова, мне нравится его стихотворение. Не знаю, просто какая-то искра от них идет, вдохновение. На встрече со школьниками Генрих Щербаков представил новую книгу из цикла «Настенки», которая хорошо знаком юным читателям. Для детей это отличная возможность пообщаться с настоящим писателем и задать свои вопросы. А когда вы написали первый стих? Это было в 1945 году, когда мне было 10 лет, я написал 4 стихотворения. Встреча под общим названием «Писатель нашего края» проводится в библиотеке номер 2 раз в месяц. Эти и другие мероприятия помогают привлечь новых читателей, прежде всего школьного возраста. Мы проводим экскурсии регулярно, уже есть запрос, только нужно время распределить, а так постоянно на экскурсию на запросы. Даже на каникулах приходят классом, мы здесь делаем мастер-класс, мы делаем чаепетие и вот так знакомим с книжкой через мероприятие. Сам Генрих Щербаков считает, что стихи для детей очень важны и для него часть творчества. Она помогает не только по-особому смотреть на мир, но и сохранять трудоспособность и любовь к жизни. У меня жена считает, что я остался ребенком. Это хорошие детские чувства, и они во мне остались. Когда человек добрый, то он лучше людей, во-первых, воспринимает все, а во-вторых, такой человек больше живет, дольше живет. Читайте книги! В библиотеке можно не только что-то посмотреть или кого-то послушать, но и самим стать частью этой насыщенной культурной жизни. В филиале, что находится в жилом комплексе «Пригород Лесное» – настоящая фабрика звезд, где таланты занимаются с самого раннего возраста. Атмосферу творчества зафиксировал наш мобильный репортер. Атмосферу творчества зафиксировал наш мобильный репортер. До конца года осталось совсем немного времени. В декабре библиотеки округа пригласят своих читателей на новогодние встречи и представления. А я расскажу о самых интересных. С вами была Галина Житкова. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин